Это Голос! Победите! Олечка! Привет, Настя! Вот у меня есть такой вопрос. Как тебе на месте Натальи Водяновой и не боишься ли ты с ней сравнений? Ты знаешь, мне кажется, каждый находится на своем месте. В прошлом году это был место Натальи Водянова, а в этом году это место Анастасии Чеважевской. И чувствую я себя на нем совершенно прекрасно, и сравнений никаких не боюсь. Каждый индивидуален, у каждого какой-то свой посыл, свой месседж. Поэтому я думаю, в принципе, таких сравнений не должно быть вообще. Очаровал тебя ли Дмитрий Нагиев? Дмитрий Нагиев меня очаровал еще на первом голосе, в котором я участвовала. И так получается, что из проекта в проект. Я так, ну, каждый год здесь появляюсь. Сначала в роли участника, в прошлом году в роли педагога в команде Димы. И вот сейчас уже в роли ведущей. Дима каждый год со мной. Как работает снова ведущей и куда делась вообще Наталья Водянова? Наталья Водянова? Наталья Водяновна находится в перманентном состоянии беременности. Вот сейчас она родила снова, 16-го уже, по-моему. И мы этому несказанно рады. Дальше что-то спросила про новую ведущую, да? Да. Прекрасная ведущая. Прекрасная. Ведущая, это единственная ведущая страны, которая работает под прикрытием. Все спрашивают, кто это. И мне кажется, у нас есть все шансы убедиться, что она хорошая ведущая. А почему девушки-ведущие меняются, а вот ведущие вот вечен? Потому что я как Кащей Бессмертный, меня невозможно заменить. Меня можно выгнать, утопить, но заменить меня невозможно. В каком году ты приведешь свою дочку на «Голос дети»? Так, с семи же лет, да, у нас участие в «Голос дети»? А вообще кто сказал, что я ее приведу сюда? Может, я ее не приведу сюда, не знаю. Все будет зависеть от ее талантов. Я хочу быть адекватной мамочкой. И если будет талант петь, значит пусть поет. Не будет таланта, ну и не надо. Я не думала, что в этом сезоне я стану телеведущей и буду вести такой крупный телепроект, как «Голос дети». Поэтому, ну, действительно, пути Господни неисповедимы. Что будет завтра, никто не знает. Поговорила с Настей Чеважевской и Тори решила стать ведущей первого канала. Ведь для участников в шоп «Голос» нет ничего невозможного. С вами была я, Мишель Петрович, репортер «Ви». Встретимся в эфире. Поговорила с «Голос» Продолжение следует...